Продолжение следует... Вкус зависит и от размера огурца. Больших меньше сахара, структура мягче, так что самый хрустящий огурец маленький. В маринаде важно строго соблюдать рецепт. Не доложи хоть грамм специй и вкус будет другим. Это Багаевское предприятие «Монополист» в обслуживании крупных российских сетей фастфуда. У каждого заказчика свой маринад, свои специи определенные. Есть с чесноком, есть с укропом, есть более сладкие, более кислые, от уксуса, от количества добавляемой соли. После нарезки огурцы пакуют, заливают маринадом и проверяют качество спайки пакета. Перед отправкой заказчику нужно еще убедиться, что товар не прихватил ничего металлического. Это пункт пропуска огурца на волю. Пасованный в маринаде, он проходит последнюю проверку через металлодетектор. Второй пункт рабочей поездки – элеватор. Отсюда отправляют за рубеж бобовые, горох, нут и масличные культуры. Кукурузные зароды, шлен, кукурузные отруби. Основные заказчики – Иран и Турция. Нам нужно перерабатывать и наши традиционные культуры – это и пшеница, это и кукуруза. У нас заканчивает строительство Волгодонский дон биотех по глубокой переработке пшеницы. Работа – это милка. Хотелось бы еще увеличить объемы по переработке. Ну и переработка бобовых, которые очень хорошие экспортные товары. Багаевские элеваторы расширяться планируют, но для этого нужны инвесторы. Олеся Слынько, Руслан Хамчиев, Дон-24, Багаевский район. Чтобы остановить на границе запрещенный или незаконный товар, нужны зоркие глаза и сильный нюх. Свой профессиональный праздник таможенники представили журналистам лучших сотрудников – хвостатых мастеров найти и обезвредить. Такого взрыва испугались даже люди, а бельгийская овчарка Симона горванула выполнять служебный долг. Ее задача – задержать вооруженного преступника. Ни стрельба, ни взрывы, ни крики или истерика не выведут из себя служебную собаку. Только по команде напарника-кинолога пёс будет искать, защищать, сидеть и лежать. Вся дрессура построена в игровой форме. И собака даже не подозревает, что только что обезвредила опасного преступника или нашла наркотики. Для Теи в такой игре важно одно – чтобы напарник был доволен. По типу высшей нервной деятельности – это сангвиник чистый. Собака беспроблемная совершенно, понимает с полуслова меня, устраивает меня полностью. Люблю, сильная. На шее собаки – талисман от сглаза и на удачу. И это работает. Тея с Николаем уже дважды выигрывали кинологические соревнования Южного таможенного управления. Взяли второе место на российских, а потом и международных состязаниях. Таких результатов, говорит Николай, можно достичь только по любви. И они с Теей неразлучны. Вместе и дома, и на работе. А главная награда за службу – не миска корма, а ласка папы. Так Николай сам себя называет. Да она не особо так. Она вот главное, чтобы играться с ней. Что папа дал, то я и буду есть. Служебные собаки должны жить в вольерах на территории кинологического центра. Но когда целый день проводишь с псом, это правило невозможно не нарушить. Кинологи привыкают к питомцам и забирают их домой. Чаще всего на таможне служат лабрадоры, спаниели, бельгийские и немецкие овчарки. Но кинологи говорят, не так важна порода, как темперамент. Собак отбирают от 9 месяцев до 2 лет. Собака должна не бояться выстрелов, быть коммуникабельной, социализированной в среде, то есть в аэропорту, не кидаться на людей, не бояться выстрелов, абсолютно безразлично относиться ко всему происходящему в нашем мире. В этом году собаки на таможне нашли больше 15 килограммов наркотиков, 1000 единиц боеприпасов, килограмм взрывчатки и 5000 пачек контрафактных сигарет. Лучшие показатели на юге страны у ростовской таможни. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Одна медаль, 4 благодарности губернатора и 20 памятных знаков. Это все награды для слесарей, водителей, начальников участков, заместителей директора и других работников жилищно-коммунального хозяйства. В Минжигаха устроили награждение к 80-летию Ростовской области. Александр Григорьев сейчас на заслуженном отдыхе. Работал в центральной больнице Печенокопского района. Слесарем по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной. О том, что представлен к награде, узнал накануне вечера. Выходит, заметили его добросовестный 40-летний труд. За выполнение тех поставленных задач, которые ставятся. Как правило, еще в армии было положено начало тому, что дано задание, его необходимо выполнять беспрекословно. Так и здесь. Больше 40 лет назад, после окончания института, начинал свой трудовой путь и Шамиль Вальшин. Пришел в областное объединение сельхозтехника. После службы в армии был заместителем директора проектного института. Работал в Ростов-Водоканале. Ростов – это моя родина. Здесь мне комфортно. Здесь друзья. Здесь я учился, здесь я работал. Мне здесь очень хорошо. И дети мои здесь все. Конечно, очень приятно, что мой скромный труд оценили. И в конечном итоге получаем такую награду от правительства. В этом зале люди, которые когда-то начинали развивать жилищно-коммунальное хозяйство региона. И лучшие представители профессии сегодня. Развитие каждой отрасли зависит от тех специалистов, тех профессионалов, которые в ней трудятся. ЖКХ не исключение. И наша отрасль, наверное, я бы ее на особый уровень выделил. Потому что люди, которые в ней трудятся, они в постоянном режиме, очень плотно работают с людьми. И от их работы как раз зависит благополучие, комфорт того населения, которое живет в нашей области. Елена Ребжанова, Тагир Фатахов, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Равные возможности детям пытается дать Общероссийский народный фронт. Этот проект подразумевает открытие в стране интересных бесплатных кружков для школьников. Один из них начал работу на базе ресурсного центра робототехники ДГТУ. Эль, это длина окружности или путь, который мы проезжаем за один оборот колеса. Это понятно? Да. Что такое число ПИ? Это число, его придумали уже очень давно за вас. Здесь можно не просто запомнить формулу, но и сразу понять, для чего она нужна. Дети учатся на практике, конструируют, программируют, осваивая профессиональную терминологию. На этом кружке мы собирали разных роботов, таких как робот с датчиком нажатия. Если ты на него нажимаешь, он проезжает определенное количество оборотов. Когда собираем робота вместе с друзьями, это сплощает нас. Очень интересно узнавать что-то новое о технике, как ее собирать, как программировать. Организаторы кружка заметили, что такие занятия стимулируют интерес школьников к математике, геометрии, физике, биологии. Улучшают память, помогают лучше анализировать информацию. У всех родителей есть возможность записать своих детей на такие кружки. Сегодня у них эта возможность появилась благодаря проекту. Сейчас на базе ресурсного центра робототехники Донского государственного технического университета уже работают три группы по направлению этого проекта. Однако мы планируем расширять сетевое взаимодействие и количество групп будет только увеличиваться. Проект ОНФ «Равные возможности детям» создан в марте этого года. Его цель – помочь каждому ребенку найти для себя бесплатный кружок или секцию. Также в Белоколитвинском районе открыт профориентационный кластер для учащихся школ девятилеток. В ближайшее время мы планируем открыть кружки по изобразительному искусству. Такие доступные кружки, по идее авторов проекта, помогут подросткам как можно раньше определиться с выбором профессии и пойти в нужный вуз. Екатерина Лободина, Фатима Зурабова, Дон-24, Ростов-на-Дону. Давайте ездим! Сергей Паршевлюк в касании ударил точно в угол. 1-1. Второй тайм и дополнительное время прошли с преимуществом Ростова. Амкар только держал ничью и довел встречу до серии пенальти. После двух промахов гостей решать исход матча мог капитан Гацкан, но отправил мяч мимо ворот. После этого серия растянулась так, что бить пришлось даже вратарям. Причем оба забили. А вот при выходе на второй круг неудачно исполнил попытку Шамуродов. И дальше прошли пермики. Мы владели преимуществом и пытались соперника додавить. Вот за это я хочу поблагодарить команду. Ну а уже серия пенальти – это лотерея, которую, скажем, иногда даже пенальтисты не забывают. Тут кого-то обвинять я не могу, не имею права. Следующий матч Ростов проведет в чемпионате страны в субботу. Принимаем московский «Спартак». Прямую трансляцию смотрите на нашем канале. Начало в 18 часов 45 минут. Азов сделал стрит-арт официальным. К юбилею мундиалю стены этого города украшает специальный оформитель. Когда-то его называли хулиганом. Рисовать граффити приходилось тайно. А теперь он принимает заказы. Азов приветствует спортсменов яркими рисунками на стенах. Футболисты, баскетболисты, теннисисты и, конечно же, волк-забивака. Официальный граффитист выполнил первый заказ к мундиалю. Здесь у нас находится гостиница. В ней будут проживать гости. У нас же будет на стадионе там, не знаю откуда, но футболисты будут. И как бы им будет приятно очень наблюдать такое. Надо что-то спортивно-праздничное на усмотрение художника. Таким был заказ из администрации. Изначально власти рассматривали кандидатуры только профессиональных художников. Но решились доверить роспись опытному в этом деле горожанину. И разыскали хулигана-граффитиста, на вандальную деятельность которого жаловались местные жители. Да только это все было в социальных сетях. При встрече никто ничего даже не говорил. Наказать художников стрит-арта за вандализм могут по уголовной статье, если рисуют на историческом объекте. А вообще штрафовать за порчу имущества и мелкое хулиганство. Чаще придираются к содержанию картин и особенно надписей. А тут уже люди боятся, чтобы вандалы не испортили творение уличного художника на смотровой площадке. Панораму к юбилею Азова с главными достопримечательностями – музеем и крепостным валом. Я могу так же пойти, ну правда там здание будет заброшенное, там где людей нет, я могу прийти что-то для себя нарисовать. То есть это никак. Мне же не только в этой сфере двигаться. Я хочу двигаться для себя, что-то конкретное, свой стиль как бы там тоже развивать. Работы у уличного художника много. Роспись магазинов и мастерских азовских предпринимателей. Администрация подбирает стену высотного здания для величественного полотна, посвященного Азову. Так что студент железнодорожного вуза думает кардинально поменять будущую профессию. Евгения Слинкина, Дон-24, Азов. Варшавская мелодия зазвучала в Ростовском молодежном театре. Классическая пьеса Леонида Зорина, где всего два действующих лица, в нашем варианте получила третьего героя, вернее героиню. История знакомства советского парня Виктора с польской девушкой Геленой развивается в Москве 1946 года. И рассказ получился скорее не о любви, а о несвободе. Варшавская мелодия – история любви с польским акцентом. Молодежный театр в новом сезоне взял курс на советскую классику и, кажется, не обманул зрительские ожидания. В этой песне мы ничего не знаем, поэтому хотелось, хочется увидеть и порадоваться за молодежный театр. И думаем, что эта премьера будет великолепна, как всегда бывает в молодежном театре. Это была не весна и даже не оттепель. Это был декабрь 1946. В Москве в 1946 декабрь был мягкий, пушистый. Воздух был свежий, хрустящий на зубах. Гелена родом из Братской Польши, но все равно не наша. Романтические отношения не могут иметь продолжения. 15 февраля 1947 в Советском Союзе вышел указ о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Дуэт Людмилы Мелентьевой, Гелены и Евгения Фарапонова, Виктора, дополняет роль безликая женщина-вахтера. Вот наш переулок. Вот там дальше, в конце, наше общежитие. Больше идти не надо. Нам можно встретиться с Азей. Скорее, это просто какая-то сила, про которую все говорят, ну вот так получилось. Все пожимают ключами и говорят, ну так сложилось. Так сложилось. Вот это вот она так сделала, вот эта женщина. Леонид Зорин написал пьесу в 67-м. Другого финала, кроме того, что есть, герои не смогли быть вместе. И быть не могло. Ну, если сказать одним словом, мне кажется, что у нас история о несвободе. Это история весьма современная. Это история, которая касается, я так думаю, в общем, каждого человека может коснуться вполне, как это было в те времена, в этом 46-м году. Галина Белоусова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова